Всероссийский день лицеиста – праздник с богатой историей, но в то же время достаточно молодой. В России отмечать его стали с 92-го года, но традиция эта была заложена еще в XIX веке и связана она с учреждением Царско-сельского лицея в 1811 году. С 1818 в день его открытия, а именно 19 октября, бывшие воспитанники стали собираться на лицейские обеды в память о времени, проведенном в стенах заведения. Традиция эта просуществовала вплоть до 1918 года и поддерживалась всеми, кто обучался в лицеях Царской России. В России XIX века работало семь лицеев. Правда, многие из них в скором времени были закрыты, и до революции 1917 года действовало всего лишь три лицея. В XX и XXI веках лицеи, как лицейские традиции, продолжают возрождаться. На сегодняшний день в нашем городе функционируют два учебных заведения подобного уровня, и в одной из них лицея номер 52, во Всероссийский день лицеиста, мы и отправились в гости. Все учащиеся и гости этого лицея проходят через арку, практически копию той, что встречало учеников Царско-сельского лицея. Общая образовательная школа номер 52 была открыта в 1970 году, а вот лицеем она стала в 1990, благодаря педагогам и созданным ими инновационным образовательным программам. На первый взгляд, все как в обычной школе. Нарядные первоклассники, серьезные старшеклассники, беготня и игры на переменах. Но по сравнению с общеобразовательными школами, углубленное изучение некоторых предметов начинается уже с первого класса. Все классы с первого по восьмой класс лицейские. В девятом классе у нас идет предпрофильная подготовка, а на старшем звене, десятый и одиннадцатый класс, идет профильное обучение по различным направлениям. Физика-математическая, математика-экономическая, социально-экономическая, химико-биологическая. В этом лицея изучение экономики и основ финансовой грамотности начинается уже с шестого класса. С этого же возраста ребята могут принять участие в лицейском проекте «Мое дело» по развитию основ предпринимательской деятельности и получить знания от педагогов высших учебных заведений Рязани и Москвы. Наши лицеисты принимают участие в различных вузовских олимпиадах. Мы выезжаем в эти вузы, к нам приезжают преподаватели со своими лекциями. Также дистанционно проводим занятия. Лицеисты ежегодно принимают участие в городских, областных, всероссийских олимпиадах. Каждый год они отмечают только их праздники – День лицеиста и Виват-лицей. Но и это еще не все. Свой гимн, свой флаг, своя лицеистская клятва, которая сегодня на празднике прозвучит из уст первоклашек. 52-й лицей больше похож на маленькое образовательное государство, в котором у каждого есть свое удостоверение, а у лицея в целом есть даже свой президент. В этом году, победив с программой собственного блока, им стала Юлия Иванюк. Сегодня ей предстоит процедура инаугурации. Я учусь в 52-м лицея с первого класса. Где-то с класса 5-го принимаю активное участие в жизни лицея. По учебе учителям программа достаточно насыщенная. И мне нравится учиться в своей школе не только потому, что здесь отзывчивые учителя, которые пытаются донести, но и потому, что проходят регулярно какие-то мероприятия и праздники, такие как День лицеиста, Виват лицей, также Игра государства лицей. В этом году я стала лидером ученического самоуправления, стала президентом лицея. Конечно, отличия сегодняшних лицеев от того же Царско-Сельского весьма значительны. Начиная с того, что обучаться здесь могут все желающие, тогда как в XIX веке в эти учебные заведения принимали только дворян. Ну а главное, что объединяет лицея прошлого и настоящего – это действительно качественное образование. Ирина Ковалева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Продолжение следует...